Держи, держи, спокойно, держи, мышь, тихо, держи, стоп, слон, держи, держи, мышь. Всем привет, это я, это моя циновка, на замену коврику, ну да, окей, коврик, но говорят, что он похож на циновку, на котором спят японцы, так что это моя кровать, допустим. КОНИЧИВА, тогда дружочки-пирожочки, и сегодня бум, джуно, это то, что у меня из посылки из Америки ко мне пришло, в том числе и это джуно. Дело в том, что у нас он стоил очень дорого, я его заказал, он стоил почти в три раза дешевле с посылкой, ну так в два, если за доставкой смотреть, с помощью LightMF заказал, и можете посмотреть в описании ссылку на распаковку большую, и сами вообще воспользоваться сервисом, потому что с доставками все нормально, привозят, увозят, все безопасно, все окей. В том числе из Америки можно заказывать и экономить. К тому же сейчас как бы все это бесконтактно, все вот так вот так. Я расскажу вам, скоро будет новая посылка, и я там все расскажу и покажу, как оно приходит. Плюс новые правила таможены, в общем, все увидите. Ну а мы сегодня к джуно переходим. Джуно это умный, интерактивный питомец-слоненок. Джуно у нас иностранец, я не знаю, если он говорит, то он будет говорить по-иностранному. Нет, он и слоник этот издает звуки, да. Ты думал, что может говорить? Да. Ну, но если бы он говорил, то он был бы иностранец, он бы говорил только на иностранном. Так можете посмотреть обзор Симбы, львенка, который разговаривает фразами из мультфильма. Если вы купили его в Америке, то он будет говорить на английском. Также здесь будет английская инструкция, но я думаю, что это не проблема ее перевести с помощью гугл-переводчика и всего остального. Итак, этот слоненок весьма интересный. Во-первых, он необычный, это не просто там пушистый какой-то. Во-вторых, это вот этот хобот его необычный, то есть это как бы тоже такой прикол. Третий, это, ну, как бы интерактивные элементы встречались, похожие. Но, в общем, материал и форма необычная у интерактивного слоненка. Как обычно, 100 звуков всяких эффектов написано, типа есть. Но на деле, конечно, это все преувеличено всегда сильно. Тут вот непонятно, у кого хобот растет, у слоненка или у девочки. Такое впечатление, что это у девочки хобот, и она им трогает фиолетовый шар. В общем, здесь есть какая-то гигантская мышь. Тут попытка нарисовать, что в этого слоненка могут играть и вот такие взрослые дети, довольно. И также и мальчики, и девочки могут играть в него. Хотя изначально вот тема не показала, что это игрушка для девочек, да? Ну, когда ты мне сказала, а потом я показал, говорю, смотри, вот здесь нарисован мальчик. И ты уже что такой? Я подумал, что это может пригодить, кто играть хочет. Или папа, или мама. И даже и папа, и мама мог играть. Да, или дедушки, или бабушки. Все, кто захочет. Все, кто захочет, да. Ну, все, посмотрели коробку, по коробке тут вот всякое такое. Интересно она, правда, оформлена. Есть интересный момент со слоненком, который мы увидим уже в процессе, но о котором я знаю, что слоненок будет вначале находиться в депрессии. Он будет такой грустный. Слоненок будет грустить изначально. У нас изначально грустное животное. Его нужно будет, то есть он бояться будет, грустить, его типа нужно будет как бы успокаивать. Так, за что его пытаться вытащить? За хобот, за его пушок, или за шею, или за хвост. Я не знаю, за что. А, не за что, потому что он не вытаскивается никак. Он там привязан. Во, давай. Оба-на, да спасибо, ставь. Вот улыбка до ушей, хоть завязочки пришей. Завязочки пришили. А улыбки пока не знаю. Ай, ладно. Фокус. Фокус. Тру. Ля-ля. Готово. Бумажки. Игрушки. Так, судя по вот этим вот завязкам, у нас тут не Джуно, а Джанго. Распаковали. Вот у нас его аксессуары, вот слон, вот его личное дело. Карточка, на которой нарисован слоненок. Он в зоопарке, а точнее, как Вань заметил, что он... Сбежал. Да, это сбежавший слон, безумный сбежавший слон, который выбежал из зоопарка и теперь наводит ужас на город. Ну или нет, я точно не знаю, возможно. Вот, кстати, тут, смотри, тут как письмо оформлено. Это инструкция, все понятно. А это письмо. Это предупреждение, письмо с предупреждением об опасности, безопасности. Дальше, доставай, что еще у нас тут? Ну, у нас тут дальше, вот, инструкция, ну и все, собственно, больше ничего нет. Вот такое. И даже это не письмо, это вот какой-то вот такой вот стенд, который можно его поставить просто где-то на фоне, на фоне вот так вот где-то. А здесь написано, вот, короткая инструкция, напоминалка, включение, где выключение, где его датчики, датчик у него на голове, на щеках, на носу и кнопка еще сзади у нее. А также про аксессуары, про это, мышь, мышь, а это арахис. И они, видите, с магнитами, такая, такой вот у них, вот они даже друг к другу магнитятся, но они должны магнититься к джуну, к слону. И, соответственно, сам слон джуну. Главным элементом крутым это является хобот. Хобот здесь довольно прикольный у этого слона, да. Он такой, с одной стороны, вроде мягкий, тканевый, с другой стороны и внутри, как пылесос, похож на шланг от пылесоса. А на конце это магниты здесь у него, вот такие, куда мы будем магнитить. При этом это гнется штуковина сама по себе, вот так, неплохо. Интересно, как это будет работать, но пока вроде гнется. Мне кажется, что он что-то от нас скрывает. Кажется, что он скрывает? Это кто, слон или мышь? Слон. Он скрывает от нас свою прическу, да, своего прихмахера, очевидно. Также у него есть вот это вот все остальное, это пластиковые глаза, пластиковая, типа кожа. Это все пластик, пластик, пластик. Единственное, что у нас имеется, хохолок, похожий на прическу тролля, как у троллей. И такой же хвост на хвосте у него такая же история. Здесь тоже такой же, ну вот, пушистый хохолок. Пока отложим аксессуары, отсек до батареек посмотрим. Сейчас мы раскрутим все вот это дело. Принейте, пожалуйста, отвертку. Отвертка из фикс-прайса. Сколько дорогущих игрушек от Вентила эта отвертка за 50 рублей? А слоник за 10 тысяч, между прочим. Вот, без скидок. Нет, у него были скидки всякие, но в целом цена опять вернулась потом, без скидок, за 10 тысяч рублей. Итак, нам нужны, не эти батарейки, нам нужны 4 батарейки типа А. О, 4 батарейки. Вставляем. Вот, Вань, мне надо понять, где у слоненка рот. Нос у нее я вижу где. А где рот? Вот, он улыбается, грустит, что он делает? Ты понимаешь? Улыбается. Улыбается. Хорошо, в общем, вот такой вот улыбчивый слоненок. Все, мы готовы включить. Первое тестовое включение слоненка сейчас будет. И смотрим, что он умеет, что он делает. И все, и всякое такое. Так, ну мы готовы включать. Вань, готов? Да. Окей, вырубаем. Все, он в печали. Теперь нам нужно узнать, как его, ну как бы, задобрить. Или просто объяснить ему, что у нас тут не очень страшно. Оп. Смотри, что делает, да? Так, ну ты не бойся, Джуна. Уже не боишься? Все? А, подожди, что-то говорит. Подожди, подожди, сейчас. Он сказал, что он хочет орех и мышонок. А, что ему нужен орех и мышонок? Мне кажется, он просто что-то такое, типа, бубнит по-джуновски. Слышишь, как работают моторы? Ух ты. Ух ты, прикольно. Подожди, сейчас еще посмотрим. А, нос же, нос же. Нос же можно погладить. Смотри. Главное, чтобы не этим носом он не заехал, да? Ни по кому. Немножко, немножко боишься его, да? А он тоже нас боится, смотри. Это аниматроник знает, что надо бояться человечества. Мы можем, если что, восстать против машин. Чего ты нюхаешь, Джуно? Ну и размахивает, конечно. Слушайте, с одной стороны, вроде, немножечко страшно, но и прикольно тоже. Да? Ой. Он говорит, э-ка-ка-фе. П-п-п-фе. П-п-п-фе. Так, давайте посмотрим так. А, здесь у него нет ничего. Нос. Можно вот гладить носик. И прикольно. Типа щекотать. Щеки. Щеки. То есть, ну и опять. А, у нас же есть главная кнопка сзади. Слушайте, ну Джуно, конечно, прикольный. И вот благодаря этому хоботу, конечно, интересно. О, еще и уши, конечно. Классно. Но моторы внутри работают громко тоже. Хе-хе-хе-хе. В общем, вот у нас он ведет себя как-то, как хочет. У-у-у-у. О-у-у-у. Тар-тар-тар. О, музыку сыграл. Но вы бы послышали, как работают громко моторы. Я не знаю, слышите вы или нет. Хе-хе-хе-хе. Видят носик бедолок. Да. Прррр. Ой, 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 ой. Ой, ой. А интересно, а больно ударить носом, если... Ну так. Если честно, у нее на конце пластиковый нокбалдашник. И если она чувствуется. То есть, явно она это сделает. Вообще, взгляда, это не боевой слон. Представляете, если бы он бивни, его покрасить в черный цвет, нарядить его в металл и шипы на хобот. Тогда было бы... Вот это была бы битва. Ну нет, ну ладно. Не будем обижать его. Добрый слоненок. Ого. Добрый слоненок. Добрый слоненок слегка жутковат. Но в целом, милый. По поводу веса. Да, он такой тяжеленький, увесистый. Как бы, ну его можно поднять одной рукой. Он меньше, чем Симба по размеру. О, смотри, что-то такое новенькое. По столу стучит. Ну-ка, еще раз так сделаешь? Нет, не хочет. Сейчас еще раз так больше делать не хочет. Новые какие-то. Очень много звуков всяких и реакций. И очень мало повторяется. То есть, ну, они похожи есть, но их сочетание разное. И из-за этого создается впечатление, что он, конечно... Причем... О, о, смотри, еще что-то новое. Ты серьезно? Ты серьезно? Ты серьезно? Джона, на! Ты вообще, как бы... Пришла... Или пришла, или пришел, увидел и... Нафунял. Ну? Вот сейчас бы тебе стоило закрыть ушами глаза свои стыдливо. А ты тут... Пру! Ты сейчас сделал только что-то... Нормальное такое. Все слышали твое... Пру! И не надо притворяться, что это из хомата. Не надо. Мы... Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Мы главную твою функцию... Главную твою функцию слышали все и видели. И нюхает. Слышишь всякое сейчас? Это я? Кто это? Кто это наделал? Такая сейчас... Ой. Вот это круто. Слушай, ну очень много. Реально много звуков всяких... Всяких музыкальных штучек. Смотрите. Я вам вот сейчас вот выключил в таком положении. Видите? Можно, по идее, с ним в это положение играть. Ну, как бы только, наверное, не перегнув слишком сильно хобот. Но в целом можно вот так играть. То есть он замирает в какой-то интересной, нужной позе, просто вырубив его. Можно его включить обратно. Можно вот так. Выключил. И вот он у вас просто даже застыл классно. Смотрит. А еще посадить сюда этот всякий там орешек и так далее. Можно, опять же... Да. Чтобы когда он как спит, закрывает уши. Когда закрывает глазами уши. Ну, давай. Как-нибудь сделай это. Я попытаюсь тебя вырубить в этот момент. Ну, еще... И... И... Ну, неважно. Вот так. Даже вот в таком варианте можно. И можно там поймать его, чтобы он как бы выключился. В целом, очень много всяких функций, очень много голосовых всяких этих его звуков, соответственно, вместе с Хоботом. Из-за того, что Хобот, он хоть и подвижный, но имеет определенные заложенные в него маршруты, так сказать, движения. Но из-за того, что у него есть такие вот части, которые хаотично болтаются, создается впечатление, что движения разные. Также это создает впечатление и уши, которые внизу вот такие тряпичные, сверху на жестком корпусе. Что он их постоянно по-разному, как бы, ну, постоянно по-разному их открывает, закрывает. И это создает более такой живой образ, нежели, например, у того же Симбы, у которого просто несколько движений, вверх-вниз, вправо-влево, еще несколько звуковых эффектов. Он более активный, он более резкий, он более вот такой подвижный, более живой, я бы сказал, в отличие от того же Симбы. Несмотря на пластиковую вот эту его текстуру и то, что он весь такой пластиковый-пластиковый, ведет он себя более живо. Ну, это мы посмотрели, просто включили и сразу куча с ним интересных игр. И реально, вот это одна из немногих игрушек, которая была интересна с момента включения. И не просто, ну, типа, работает, ну, окей, ну, окей, да, а что еще? Я даже забыл, что у него есть вот эти вот его аксессуары. Орешек и мышка. И поэтому сейчас самое время для того, чтобы попробовать это. А, еще напоминалочку, пользуюсь напоминалочкой, я могу подсказать, подсмотреть, что он может сидеть. То есть, можно ему подогнуть ноги, вот так, подогнуть ноги. И, включив его, я так понимаю, мы получим еще ряд различных, то есть, как бы, приколов, связанных с этим слоненком, может быть. Сейчас я включу его, включу его, и он может, во, во, во. И он теперь еще более прикольно, как бы, на это все реагирует, сидит, балуется. Вот так, по-другому немножечко. Викоря, тикоря, 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 тикоря. Немножко страшновато, да? Оп. Надо выключить, пожалуйста. Нет, надо, надо в включенном положении. Давай, 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 ты сможешь. Опа, так, все. Он шмякнул, мыша, стол. Давай мне, мыша, сюда, ну-ка я еще раз. Только отойди осторожно, давай сюда. Давай, 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 Ванюш. Натянись, тянись, мыши. Давай, дай, я дам. Так, только отойди, осторожно, отойди чуть-чуть за меня. Не, 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 не засыпай, не засыпай. Кто мышь-то кидать будет? Так, главное поймать, 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 поймать. Стой. Опа. На картинке написано, да, что он будет держать, а на теле этот слоняра. Держи, мышь, держи. Держи, спокойно. Держи, мышь, тихо. Держи, стоп, слон. Держи, держи, мышь. Подожди, подожди. Нет, спокойно, перестань, перестань себя так вести. Держи, мышь, ты должен ее схватить. Невозможно это просто. Я не могу. В общем, написано, что мышь это его друг, но мне кажется, что... Нет, это не так. Это неправильный перевод. Все-таки слоны боятся мышей, и он ее просто реально швыряет. Да, давай попробуем орех. Дух унюхает орех. Давай. Я что-то не понял. Орех у нас что-то не магнитится совсем. Ну давай попробую ее. Смотри, если мышь еще более-менее держится, вот так. Давай попробуем, можно я? Попробуй. Выключено нормально, да, тебе? Почти не... Ну, чуть-чуть. Еле-еле, ладно. Ну давай попробуем. Включаем. Давай вот так хотя бы как-нибудь. Не магнитится и все тут. Не магнитится орех. Ну, не магнитится орех. Ну, не магнитится. Причем, вот, друг другу они магнитятся. Мышь. Просто, короче, все бы нормально работало, но очень слабые магниты, да? Поэтому не держатся. Вот у нас на холодильнике все держится, а магнит не держится. А если просто дать ему... Вот. Видишь, если просто подержать, он вроде как жует. О, смотрите, запустил каким-то образом танец. Танец с уничтожением техники. Ну что ж, Джуна заснула. Кстати, на звуки не реагирует. Она только реагирует на... Джуна! Нет. Только на прикосновение, на движение, на все остальное. Ну, датчики есть, и их достаточно. Да, у нее есть разные игры, честное слово. Как бы, учитывая, что сам принцип работает довольно плохо, то есть, плохие и слабые магниты. Ну, видимо, это сделано для того, чтобы она их выбрасывала. Это было как-то смешно. Но вы видели, какой реакции. Когда я видел это все, смеялся громче всех. Я не знаю, что просто так смешило. Видимо, производитель знает, что делать, что это выпадает. И как бы ему даже не важно было, что этот орех не работает. То есть, меня это расстроило, а его, например, веселило, что он выкидывает эту мышь. Очень было весело. Ну, главное, чтобы ребенку было весело. Милота, да, я показал Тане. Она сказала, очень милая. Ну, и, в принципе, Иван тоже сказал, что милый. И я сам оцениваю. Главное, здесь, как бы, как бы в этот канал все же про мое мнение, да, окей, хорошо. И я оцениваю, что она милая. И вы, как главный... Нет, главный здесь вы. Давайте так, и вы оцениваете в комментариях, как он вам, милый или нет. И еще раз говорю, весь показывать, выжидать весь этот алгоритм игр, всего остального, не имеет смысла, потому что это не работает так, как в рекламе. Это нельзя включить прям очень четко. Это иногда получится, иногда не получится. Случайно запустилась игра, и отлично. Случайно там запустилась, поняли алгоритм движения песни, и это тоже хорошо. Но в целом, к сожалению, не работает. В большинстве интерактивных игрушек это не работает так четко, как показано в рекламе или показано в инструкции. То есть, это не исключение. Но при этом сама игрушка невероятно активная. Правда, эта активность кого-то может отпугнуть. И то, что она... Вот я сейчас ее так вот вырублю, на всякий случай. И то, что она очень сильно размахивает хвостом, этим своим хоботом, это может быть, то есть, ну, для совсем маленьких детей, наверное, страшновато. И он может врезать просто этот слон. Так что будьте внимательны, когда будете его покупать в зависимости от возраста. Даже Ваньк держится немножко на стороне, хотя ему активные игрушки он играет, а всякие нерфы, машинки и все остальное. Но здесь он, типа, держится так немножечко отстраненно, а устраненно. Вот. Разбирать я ее не вижу смысла. Здесь просто, как мы видим, телескопическое, скорее всего, какое-то устройство, натянутое на вот такой вот шланг резиной. Да и это, опять же, игрушка выглядит слишком мило, чтобы ее, наверное, разбирать. Если хочу. Все остальное выглядели некоторые жутковато, то это выглядит, ну, мило. И что? Здесь пластиковый корпус, этот хобот, глаза. Хотя у него аниматронные глаза. Вот это прикольно посмотреть бы без этого корпуса. Ну, как обычно, давайте голосование. Разбирать или не разбирать эту Джуну. Или она милая. И оставить ее в покое. Пусть кто-нибудь играет там и подарить кому-нибудь и так далее. Пишите в комментариях, заказывайте себе. За 10 тысяч это очень дорого. За 3-4 тысячи вполне себе, как из Америки я заказал. Все приходит нормально, безопасно, все такое. То есть, оно пока идет вообще полностью, там, выдерживает карантин, пока идет там за 10, там, дней в коробке, на предметах, ничего. Потом можете сами все протереть, там, я не знаю, обработать всякими средствами, какими угодно. То есть, это один из самых, это безопаснее, чем пойти в магазин, в тот же самый, и купить, пойти, вот товар, который прямо сейчас лежит на прилавке. Он лежит там, скорее всего, всего несколько дней. Там прошло куча людей, все его потрогали руками. То есть, здесь его упаковали, и все, пока он идет в посылке, никто не трогает. И даже если есть какие-то вирусы, они за это время уже перестают быть активными и не выживают такое количество времени, да еще перепад температуры там, вот, при пересылках всяких и так далее. Плюс, как бы, заказывать можно из дома, привезут, то есть, из дома заказали, выбрали, привезли все домой. Самые новые хайповые игрушки, так что пользуйтесь. Вот, и в том числе такие. Сегодня рассказал вам про доставку, рассказал вам про эту игрушку, распоказал функции, показал, как это работает в реале, вот, а уже все остальное принимать решение для себя. Пишите в комментариях, как он. Все, всем пока. Ванька пошел ужинать, я пошел, да, тоже, наверное, пойду. Пойду швырну свою тоже мышь куда-нибудь и орех и закрою глаза ушами. Так я провожу вечера. Пока.